Всем привет, ребята! Прикиньте, у меня сегодня аккаунт украли, как бы. Это реально грустное дерьмо. Жми лайк, братишка, если тебе тоже понравилось это обновление. Субтитры сделал DimaTorzok Добавить вам только приятного просмотра и приятного аппетита. Это был самый обычный день после обновления. Я знал, что нам добавили новые бизнесы и собирался себе ловить без очок. Ну и конечно же, кроме бизнеса, хотелось бы залететь на новые контейнеры и проверить их, поскольку это уже интересно. Но перед этим надо было забрать все призы с Блэк Пасса. А то, знаете, у меня проблемы с памятью, а всего эти вещи хранятся только 30 дней, поэтому я их забираю. Воу-воу, а это что у нас за серьезный дядька из Блэк Пасса? Решил я попробовать сетик собрать и посмотрите, какой нам бронежилет добавили. Вы еще на этот шлем посмотрите, он мне прям отлично подходит. Я еще и возле военки живу, надеюсь, мне бошку не прострелят больше. А вот машины из Блэк Пасса вообще заслуживают отдельного внимания, поскольку это прям пушка-гонка. Но вы и так уже это все видели, поэтому предлагаю двигаться дальше. Ну ладно, вот эту красоту я прям не мог пропустить. Вот это, скорее всего, замена Феррари F40, ребята. Вот знаете, катаюсь я по новому городу и я прям в шоке, как все сделали качественно и красиво, что аж кайф от игры появляется. Да в этом городе каждая деталь заслуживает отдельного внимания, разработчики реально постарались для нас в этот раз. Короче, город посмотрел я, да и до этого мы и так с вами это все видели. И пришло время выбрать себе новый бизнес. Мой выбор падал либо на АЗС-ку, либо на АМО, либо на 24 на 7 на АЗС-ке, либо на 24 на 7 возле ГИБДД или возле больницы. Помимо бизнесов я скриншотик с подписчиком остановился замутить. Ля, ну вы только посмотрите, что это вообще за красота. Нам добавили вело или же скейт-площадку. Это намек на какие-то скейты, либо же на велосипеды, ребята. О май гарбл, Данила, ты что, крэйзи? Наконец-то я добрался, ребята, до контейнеров. И вы посмотрите на эту красоту. Это чё за ракета-петарда, ё-моё. Контейнеры начались, и первый контейнер это Дубай одежда. И в принципе он меня купил на 50 тысяч. Второй конт дал очень большой минус. А уже третий контейнер дал небольшой плюс, ребята. Следующий конт я открыл Дешманский, и он меня минусанул. А уже следующий я открыл Дубай, и он снова дал мне плюс, но очень маленький. Потом я снова открыл одежду, которая минусанула 500 тысяч рублей, а это относительно немало. И следующий контейнер был снова Дубай, который дал минус 2 миллиона. Потом я снова открыл Дешман, который меня, блин, минусанул. И следующий контейнер меня тоже, блин, минусанул. И как вы думаете, следующий контейнер дал мне, ребята, ровно то же, что и положил. И следующая одежда минусанула 500 тысяч. И вот он снова Дубай, который, ребята, дал мне плюс 350 тысяч рублей. А это, конечно же, копейки. Следующий Дубай, который я открыл за 10кк, и он дал минус. И следующий дешёвый кон дал минус. Ну и вот он, тот самый Дубай, на который я поставил 95 миллионов рублей. Итог какой? За эти контейнеры я ушёл в минус на 7 миллионов рублей. После этих контейнеров я всё-таки определился, что буду ловить амуницию. Но только для этой ловли нужно постараться и снять с моего бизнеса почти 300 миллионов рублей. Короче, только что в новом банке, в новом городе, вот этот пацанчик убил меня. Только я не успел зафрапсить это. Поэтому я немного схитрил. И когда снимал бабки, включил АГМ и стал специально так, чтобы я видел, что творится сзади меня. О боже, какой же я гений, ребята, всё-таки. Этого пацана, конечно же, откинули за ДМ, поскольку это прям максимально недопустимая фигня. А после этого он ещё и мутно 180 минут схлопотал за оскорбление администрации. Чтобы вы понимали, финку я снимал где-то минут так 30. И по окончанию баланс мой был примерно 580 миллионов рублей. Только вот ловлю я проспал, ребята, поскольку накрутил себе, что слёт будет в 15.00. А бизнесы слетели, как обычно, в 12.00. Я не сильно расстроился, поскольку нам сделали новые контейнеры. И я дальше поехал открывать. Открыл Дубай одежду, она меня купила. Открыл Дубай ТС, и она меня не окупила. Только что у меня вылетело из игры, и теперь почему-то пишется какая-то ошибка. Всем здорова, братва. Короче, на связи Ричард Липтон. Я только увидел, что вышло обново, и решил, короче, даже не свои деньги послевать на контейнерах. Залетел на аккаунт Алонса. Точнее быть, просто его украл. Ну и, в принципе, сейчас буду открывать и проверять новые контейнеры. После обновления я зашёл только первый раз. Поэтому, в принципе, я только разобрался, что это вообще в новом городе находятся эти контейнеры. И только сюда сразу прилетел. Точнее быть, я сначала прилетел на старые контейнеры в Арзамасе тупо по привычке. А потом уже только понял, что они не там, а уже именно тут. Поэтому сегодня я буду проверять как раз-таки дропс этих контейнеров. Очень хотелось бы знать, что отсюда вообще может упасть. Изменился ли как-то дроп. И вообще, будет ли с этого какой-то толк от того, что изменилось все их место. Кстати, дубайские контейнеры теперь выглядят по цвету, как германские. И, блин, я вообще, честно, на самом деле в шоке от того, что вообще всё настолько колоссально поменялось. И контейнеров теперь дропается просто всё в одной кучке. Не знаю, меньше их или больше, чем раньше. Но, в принципе, они попросту дропаются все в одной кучке. И, разумеется, здесь теперь будет просто очень жёсткий перебив. И, как раньше говорить без бива, тупо не получится. Потому что их будет дропаться все в одной куче. И все будут прибегать к одному и тому же контейнеру, чтобы побыстрее перебить. Это, в принципе, и удобно, и в то же время неудобно. Сейчас расскажу именно, почему это удобно. Просто потому что, как только тебя перебили, ты сразу, мгновенно можешь вернуться к своему контейнеру и поставить новую ставку. Но они удобны тем, что оно как раз-таки всё именно кучно. И толком даже не разбираешься, где какой контейнер. Ты просто бегаешь, тебя могут спокойно поджать к этому контейнеру. Отсюда ты не выйдешь. И, в принципе, приходится просто стоять и выжидать момента, когда тебя, наконец-то, выпустят. Да и к тому же, мне реально что-то уже кажется, что их меньше, чем раньше. Хотя, в принципе, я думаю, по количеству всё так же. Просто их сложили кучно. И поэтому просто всё так именно и кажется. Вот до сих пор с непривычки я путаю дубайские контейнеры с другой одеждой Германии или же Китая. Потому что, по-моему, какие-то из других контейнеров теперь стали по цвету как дубайские. Раньше вот зелёненькие были дубайские. А теперь это, по-моему, одежда Китая или же Германии. И теперь реально очень толком трудно разобраться. Так, первый дроп это Мотикс за 7,2. На самом деле это вообще не одобряется. Но это тупо стандартная фигня. Мол, типа, сходу с первого контейнера минус 3 миллиона. Хотя, в принципе, на деньги мне тут пофиг. Это не мои деньги вообще, в принципе. Это не мой аккаунт. Поэтому здесь можно просто пожёстко разгуляться. Конечно, 91 миллион на контейнер я ставить не буду. Но, в принципе, перебивать просто буду как скотина всех и до конца. Ну, конечно, буду на это надеяться, что я буду успевать. Потому что контейнеров реально здесь куча, игроков тоже куча. И все меня просто пытаются поджать под контейнер. Потому что они вообще даже не догадываются, что это не Алонсо Капелло с этого аккаунта сейчас играет. Они все действительно надеются, что это Алонсо. Но я их даже по большей части стараюсь игнорировать. Потому что я не могу им отвечать с этого аккаунта. Ну, как бы, в принципе, у меня сейчас задача просто пооткрывать контейнеры. И на них всех времени я просто не найду. Я просто потрачу всё время, что было выделено мне на контейнеры. И, в принципе, таким образом я не смогу толком ничего поснимать, если буду с ними сейчас стоять и общаться. Так, с контейнера одежды Дубай я открыл, и отсюда дропается скин за 5,4 миллиона. В принципе, даже очень неплохо. Это первый окуп, кстати, я только что отловился. Здесь стоит два германских, ой, точнее быть, два вроде бы дубайских контейнера. Но по итогу это просто муляж, который там так просто и стоит. Второй контейнер Дубай транспортного средства за 10,2 миллиона я открыл, и, к сожалению, это второй не окуп. Ну, в принципе, пока что по дропу могу уже чуть-чуть сказать, потому что ни капли нифига не поменялось, а также дропает просто какой-то не окупной шлаг. Но, в принципе, это только начало, первые три минуты контейнеров, и еще впереди целых 7 минут, и, может быть, за это время что-то исправится, и мне какой-то уникальный транспорт дропнится. Кстати, вот именно так я вообще не ожидал увидеть именно российский контейнер с транспортным средством. Но, в принципе, вот так их поизменяли, и выглядят они, ну, очень даже круто на самом деле. Такс, еще один Дубай контейнер, ставим на него 9,6 миллиона. Конечно, это не последняя ставка на него поставленная, потому что, скорее всего, меня снова будут перебивать. На самом деле, все контейнеры вот так находятся в кучке, но чтобы было дубайских контейнеров достаточно много, ну, вообще, такого на самом деле нет. Ну, и, кстати, как я и говорил, это, в принципе, 10, ой, 9,6 была не последняя ставка, уже ставим 10,1 миллиона на данный контейнер. И, по соседству, я нашел еще один контейнер, но на него, в принципе, я ставку уже не успел поставить, и отсюда выпадает мерс за 9,270,000. В принципе, ну, пока что, действительно, ничего нового я для себя не увидел, кроме изменения дизайна и сложения всех контейнеров в данную кучку. Кстати, вот, действительно, я даже новую обнову скачал вот только недавно, и сразу же вот зашел на аккаунт Алонса, чтобы залететь на контейнеры. Хотя, в принципе, я мог и на Тамбове сам залететь, но для начала хотелось опротестировать эти контейнеры, как бы не со своего баланса, просто по-красиному поступаю, залетел на аккаунт Алонса и проверяю как раз-таки эти контейнеры. Ну, в принципе, просто ничего не поменялось, кроме того, что они действительно просто все в одной куче, и очень много игроков стало действительно на них приходить. Я вот очень редко вижу действительно такое скомпление, возможно, это именно на Аквит, так очень много людей ходит на контейнеры, просто у меня на Тамбове, чтобы так реально много людей было на контейнерах, это очень редко. Возможно, такое только происходит как раз-таки именно под ночь, когда все залетают на предпоследние и последние контейнеры, то есть сейчас я нахожусь на предпоследних контейнерах, которые начинаются в 10.30 вечера, и последние начинаются уже в полдвенадцатого ночи по московскому времени. Так, я еще решил чуть-чуть чисто так для зрительности пооткрывать контейнеры по 2 миллиона, в принципе, толком окупа они мне никогда не дадут, и, ну, как бы, хочу просто поскипать эти контейнеры, чтобы, как обычно, были возможности выбить Дубай транспортное средство. Так, здесь у нас еще один Дубайчик, на него ставка сейчас уже 9,7 миллиона, просто лупим 10 миллионов на этот контейнер. Самое главное здесь не ошибиться с цифрами, потому что тоже не особо хотелось бы, чтобы потом Алонсо меня нашел и снес мне кабину за то, что я взял и посливал ему очень много денег. Ну, я думаю, если миллионов 15 мы за данный видеоролик потратим, то это не особо, как бы, и сыграет роли. Кстати, я только что отловился, думал, что это мой контейнер за 2 миллиона, и пытался как-то собрать дроп. Вот это, в принципе, очень жесткий просер. Ну, ладно, в принципе, здесь уже приходится ставить 10,3, так как меня просто постоянно перебивают. Ну, я, в принципе, занимаюсь именно ровно тем же, и никто ничего не договаривался, мол, типа, будем открывать без перебива, даже ни одного чечелика не увидел, пока я сюда приперся. Никто ни разу не сказал, что будем открывать Дубай без перебива. Просто мне прилетели, предупредили, что они будут открывать Дубай, и все, в принципе, никаких договоренностей у нас не было. Но они не захотели, и я, в принципе, тоже с ними договариваться о чем-то буду вообще. Ну, зачем? В принципе, они не предлагают, и я не предлагаю, Баланс позволяет. И я могу таким образом просто ходить и перебивать всех. Конечно, все контейнеры перебить у них я не успею, но, в принципе, как можно больше я постараюсь забрать. Я, кстати, уже с подсчета сбился, сколько контейнеров Дубай-транспортного средства я открыл, поэтому, пожалуйста, посчитайте за меня в комментариях, если вам, разумеется, не лень. Кстати, снова здесь падает у нас контейнер Дубай-транспортного средства. Я сразу сходу ставлю на него 10 миллионов, потому что, если я поставлю стоимость по ГОСу, то есть 9,1, меня 100% перебьют. Так, здесь мы можем поставить 10,5. Блин, я только что залетел вообще не туда, только что просто нажал на другие настройки клавиатуры, и поэтому не успел забрать данный контейнер. Да, и оттуда упал рейндж-ровер, поэтому вообще ни капли не страшно. Такс, там у меня еще один контейнер открылся, и очередной падает мотоцикл, только уже за 9 миллионов. Ну, блин, реально, дроп ни капли не поменялся. Такс, а здесь откуда появился контейнер? Вот я уже не помню, здесь вообще были контейнеры, или это он со временем теперь тупо взял и продлилось себе место дропа. Не, вроде бы здесь был какой-то контейнер между двумя такими коричневыми контейнерами, там, по-моему, спавнилась какая-то одежда, я уже толком не помню, но, в принципе, этой разницы не имеет. Главное, чтобы тот Дубай еще тоже забрать, и здесь, кстати, Дубай-транспортное средство упало, походу их сейчас просто под конец надропается как можно больше, и это будет, в принципе, довольно неплохо. Так, здесь меня перебили, поставили 10,2, ставим 10,5 миллионов, ну, и теперь снова ждать целых 30 секунд. Надо, короче, бегать под каждый свой контейнер, потому что меня везде и всюду стараются перебить. Вот даже здесь поставили уже 10,1, я ставлю 10,5 снова уже на второй подряд контейнер. Ну, а здесь меня перебили, я не успел забрать этот контейнер, и там было BMW i8 за 11 миллионов. Ну, по сути, был бы окуп не особо большой, получается, я бы получил окупа плюс 1 миллион, хотя с учетом того, что я уже слил где-то миллионов 5-6 на эти контейнеры. Просто с первого контейнера мне сходу выпал мотик за 7,2, тут еще падает мерс за 9,2, по итогу это еще минус 1,3 миллиона. На балансе остается 553 миллиона, ну, а в начале видео я даже уже не помню, сколько было, но вроде бы было что-то миллионов 560, короче, в минусе я уже почти на миллионов 10, наверное, такс. Здесь типочку еще падает мерс за 10,5 миллионов, по-моему, но, в принципе, контейнеры как были, так и остались шлаковой фигней, которую открывать, в принципе, не особо хочется, но когда какой-то контентик надо побыстреньку снять, это очень даже помогает. Ну, иногда кому-то это даже нравится, конечно, по моему каналу это не скажешь, но, в принципе, я думаю, что чисто для очень быстрого видосика минут на 10 можно залететь и снять такие контейнеры, но так, в принципе, реально окупа никакого нету, и рекомендовать эти контейнеры, разумеется, я не стану, потому что это тупой слив денег, на самом деле, вот всегда был сливом денег, так и остался. В принципе, обнова вышла, а дропа новых машин никаких не добавили, и вообще никакой шанс на интересные машины не добавили, оно все как было действительно, так и осталось, а то есть окупиться здесь нереально трудно. Ну, в принципе, это вы сейчас можете увидеть по моему собственному примеру, сейчас на балансе у меня уже 539 миллионов, у меня, походу, где-то еще дубайский контейнер открытый, надо пробежаться и побыстрее просмотреть все другие платформы, может, я где-то действительно оставил открытый контейнер, а там уже висит у меня какой-то ГАЗ-69, и сейчас он просто отлетит в ГОС, хотя, в принципе, если бы отсюда реально упал ГАЗ-69, то это было бы самым жестким взломом аккаунта просто на всей Блэкраше, потому что, чтобы кто-то реально взломал аккаунт, пошел на контейнер и выбил ГАЗ-69, ну, я еще такого ни разу не видел вообще среди контента на Блэкраше. Так, здесь по соседству еще падает Дубай-транспортное средство, также на него поставим 10 миллионов, наверное, сходу, потому что меня по-любому будут перебивать, ну вот, смотрите, уже ставка 10 миллионов, поэтому ставим 10 600 и двигаемся чуть-чуть дальше. Так, здесь у нас одежда, неинтересно, и что же у меня там, скорее всего, открыто? Вот контейнер за 10,5 и падает Мерс за 8,2 миллиона, это еще минус целых 2 миллиона 300 тысяч, и здесь у нас еще один Дубай. Кстати, поставили на него уже 10 миллионов, но я, разумеется, буду сейчас перебивать, поставлю 10,5, и, кстати, это, возможно, уже предпоследние контейнеры, которые остались, а потому что уже, вроде бы, как битва за контейнеры закончилась, и сейчас, конечно же, будет чуть больше ажиотаж на перебив этих контейнеров. Так, тут у нас Панамера, 8,1 миллиона, тоже сразу ее продаем в ГОС, а здесь я снова, походу, не успею. Ну да, в принципе, меня перебили, и я этот момент чуть-чуть прозевал. Так, ну, все получается. У меня там еще, по-моему, один контейнер где-то открывается в самом конце, надо побыстрее к нему пробежаться и посмотреть, что оттуда выпало, потому что контейнеры уже закончились, а вот он открылся, и здесь единственное, что могло бы действительно меня купить, это Audi Q8 или R8, я уже на самом деле забыл. Достало время прощаться, и могу сказать только одно, как был дроп с контейнеров говно, так и остался. Конечно же, аккаунт мне вернули, ребята, просто я решил позвать жесткого лудомана, который проверит эти контейнеры. И он только сделал минус 20 миллионов к моему балансу, а до этого и я минус 10 сделал. Получается, сегодня на контейнерах я потерял 30 миллионов рублей. Ну, короче, надеюсь, вам понравилось такое. Спасибо, что досмотрели. Всем пока, ребята.